здравствуйте дорогие друзья здравствуйте сегодня предновогоднюю неделю вас снова приветствует программа фокус на человека и сегодня мы так же как все люди наверное планеты собираемся заниматься своими желаниями и планами на следующий год и будем это делать в арт-подходе вместе с уже известный вам замечательный терапевтка замечательная замечательным арт-терапевтом евгения алман сегодня же не расскажет что мы будем сегодня делать здравствуйте дорогие друзья вы все наверняка знаете о том что принято перед новым годом загадывать желание на грядущий делать плакаты желаний и визуализировать свои мечты мы сделаем что-то вроде того но используя для этого действительно приемы и методы арт-терапии поэтому мы не будем клеить никакие коллажи будем творить и выражать себя на бумаге делать это на сегодня будет наталья я сегодня подопытный кролик а я буду рассказывать как вы можете повторить это дома готовы да с чего начнем начнем мы обязательно с определения потребности куда же без них вам сейчас нужно будет определить на каком уровне удовлетворения лично для вас каждый из этих секторов ну то есть важно чтобы мы не сравнивали условно свою личную жизнь с личной жизни соседки а определяли для себя мне хорошо в моей личной жизни мне хорошо с моим уровнем дохода или не очень я достаточно отдыхаю или хотелось бы больше меня устраивает мое хобби или не очень и вот здесь а шкалы по 10 пунктов и вам нужно определить какая область насколько пунктов вашей жизни вас удовлетворяет прошу вас жень если я тебя правильно поняла мы идем от центра от центра от центра на 1 на расширяющийся элемент и я должна заполнить соответствии с тем насколько я считаю мой вот этот вот сегмент конкретно реализуется да именно для вас именно для меня то есть я могу вот так вот как бы да вот я такой человек люблю точность могу так сделать конечно здесь на самом деле не настолько принципиально каким образом вы будете это делать то есть вы можете шкалировать это в уме и выписывать только значения просто на круге это действительно максимально понятно и видно на примере видно какая область устраивает вас меньше остальных если я правильно понимаю мы можем же заштриховывать да ту часть которая у нас если мне удобно если не удобно то могу оставить если я так вижу то могу оставить как есть хорошо и надо сразу сказать да что здесь какие есть собственно говоря сегменты личная жизнь отдых здоровье общение дом семья личностный рост самореализация финансы и можно сразу пояснить да что те у кого есть возможность время и все необходимое под рукой могут делать это вместе с нами потому что мы начали практически с нуля правильно и так значит я сейчас заполняю так но личностный рост в этом году можно сказать что вот здесь вот находится так дома семья а что подразумевается по домам семья то что я подразумеваю видимо на то что вы подразумеваете раз и то как вы себе это вы представляете ну то есть ну опять таки для кого-то семья от этой кошки и их полностью это устраивает у кого-то семеро по лавкам и хочется еще поэтому хорошо вы поняла семью мы вот так обозначим самореализация ну прямо в этом году замечательно финансы можно и получше личная жизнь все хорошо отдых вот с отдыхом да с отдыхом серьезные проблемы со здоровьем но наверное грех жаловаться более менее общение хватает более чем вот у нас получилось вот такое вот колесо которое если я правильно понимаю эту методику хромает на отдых и финансы да все верно все верно в этом плане есть прекрасная книжка раздеслава гандапаса полная же описывает прямо и подробно описывает эту методику и там если вы хотите вы можете подробно почитать что такое колесо баланса и что это значит лично для вас и вот действительно глядя на это колесо баланса мы можем сказать что когда мы будем заполнять наш дальнейший плакат желаний особенное внимание нам нужно уделить сектору отдыха и сектору финансовую что дальше делаем то мы делаем дальше у нас здесь есть потрясающий ватман который нам нужно будет разделить сейчас на 9 секторов сейчас подробно мы с вами обсудим поддаль по 2 до жить да мы подробно обсудим на какие сектор мы делим туда вот так три столбца должно быть условно да вот так вот да и вот так вот и прям сверху вниз до до конца идем можете до конца вести 1 2 и здесь также да и да не знаю насколько четко но думаю что это тоже не очень принципиально конечно дальше мы будем только творить и никакие границы рамки нам не нужны кстати надо сказать что если вам хочется оставить лист без границ и заполнять просто так как вам хочется так как вы чувствуете вы тоже можете это сделать мы сейчас это показываем для удобства для того чтобы было понятно что мы вообще собираемся делать каким образом мы будем заполнять эту карту здесь у нас сектор богатства вам наталья надо обратить внимание на этот сектор а здесь лидерство и слава можете подписывать наверно где-нибудь внизу да чтобы не не забывать лидерство лидерство и слава любовь и брак дети хобби интересно что дети хобби в одном месте да я сочла бы сарказм за путешествие учитывая ваш отдых тоже надо обратить огромное внимание карьера здоровье дальше тоже вам понравится семья и питомцы и здесь учеба ну давай еще раз проговорим верхний богатство богатство лидерство слава любовь брак да второй ряд семья питомцы нас сарказм здоровье дети хобби тоже очень смешно учеба третий ряд учеба карьера путешествия замечательно мы переходим к основной мы переходим к основной части лизонского балета вспоминаю ваше кольцо баланса да с просаженными финансами отдыха я предлагаю вам сразу вот вот по этой оси начинать богатство здоровье путешествие интересно да потому что с личностным ростом и карьерой я так у нас все замечательно сразу хочется сказать дорогие друзья мы скорее всего не успеем сегодня заполнить весь плакат но общий принцип я думаю вы поймете и сможете заполнить уже свои плакаты так как вам хочется ну чего готовы так красочки я могу стакан в руке держать потому что в одной руке я могу держать стакан на другой кисточку хорошо а закраска не буду на эту сторону мне кажется можно поставить мы же творческие личности ничего страшного в том что мы что-то где-то закрасим не будет первым этапом с какой области начинаем с богатства богатство богатство наталья представьте представьте что такое для вас богатство попробуйте это буквально почувствовать вот вы богаты в вашей жизни финансовые вопросы закрыты раз и навсегда как вы себя чувствуете как вот помните как вы ощущали насколько вы удовлетворены своим финансовым положением вот если также ощутить вот ваше финансовое положение на десятки на максимуме так теперь представьте какие цвета для вас это означает возможно но опять-таки дорогие друзья мы все разные кому-то кажутся запахи кому-то кажутся ощущения попробуйте действительно почувствовать свое богатство на вкус и заполнить вот мы сейчас будем рисовать фон фон максимально абстрактно и вот вам надо этот сектор получается заполнить вот теми цветами теми текстурами которые к вам сейчас приходят когда вы думаете о своем богатстве когда вы представляете свое богатство вот такой наверное еще ярче во первых мне хочется чтобы он был заполнен полностью вот весь просто вот от кончика границы до краев наполненность желтый для меня это цвет солнца тепла достатка сейчас мы его еще нас этим да мы его нас этим таким хочется у нас сейчас понимаю что все не получится но в итоге хочется не получится да в итоге хочется чтобы не вот как-то вот так вот было если вербализировать то что я делаю это по моим ощущениям сейчас здесь и сейчас мы же говорим о осиеминозном состоянии да то богатство это именно насыщенность вот всем полное проживание богатство эмоционального спектра богатство жизненного спектра как капли крови нет граната на насыщенный до красиво лук такой брусничный даже я бы сказал гранатовый брусничный получился еще мне хочется если бы у меня было золото но такой вот бывает же порошковая социальная до порошковая об сюда счет насыпала бы сюда и надо немножечко добавить море потому что для меня море вода это тоже символ богатство думаю что со мной не согласятся люди которые на море живут у них совсем другое представление о богатстве я думаю вот это как-то вот так вот главное чтобы то что вы рисуете отвечало именно вашим представлениям вашим ощущениям и вашим запросам понятно что я понимаю что я могла здесь написала денежную купюру здание банка сейчас вы справились с фоном и нужно будет пока подсыхает у нас тут основа как раз представить какие-то символы общепринятые или называющиеся именно вам символы богатства вот что всплывает в вашей голове предметно-образно если вы думаете о богатстве надо произносить что 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 представляется войну традиционно символы богатства это что ну и что-то это деньги наверное какие-то ну вот если материальное а мое мое немножко отличается наверное поэтому мне и просаживать для меня богатство это это люди которые меня окружают там у нас есть для этого сектор да я согласна возможно поэтому просаживать ну хорошо ладно пусть это будет дом дом большой не очень большой правда зато свой хорошем месте хорошо теперь нам надо поверх вот есть для этого кисточка тоненькая поверх изобразить дом не обязательно ну совсем не обязательно чтобы он был похож на тот дом который мы хотим но чтобы это был вот символ который вам говорит о вашем богатстве вы тоже можете изображать те символы которые отзываются именно вам ну то есть знак доллара пятитысячная купюра бриллиант золотой слиток все что хотите но это должно быть пара символов которые для вас означают богатство так что там на доме не ограничимся будет еще что-нибудь хорошо пусть тогда будет как это называется денежная купюра потому что деньги нужно для того чтобы купить в этот дом купить ой какая красота так у нас здесь вот такая вот денежная купюра пусть она будет в заграничном валите в твердой валюте в твердой валюте вот и пусть она будет насколько я не знаю их конечно живем то не видела но думаю что они выглядят примерно так и дом который нам нужен он вот такой большой как это называется стиль шале со вторым светом вот такая красота прекрасный дом не с трубкой с печкой с камином и вот тут вот такая веранда вот это мой дом прекрасно то ли справились нам и завершающим этапом формирования вот именно этого сектора будут слова триггеры ну то есть вот какие слова именно на вербальном уровне означают для вас богатство отсылают вас вот к этому благополучию финансовому банковский счет отлично толсточитание отлично и второе да нужно что-то второе третье на самом деле ограничений здесь нет то есть вот все какие-то устойчивые выражения или слова которые вот впечатывают ваш мозг представления богатстве их нужно здесь записать что еще ну мы говорим о том что здесь мы остаемся да вот все-таки в традиционном понимании слово богатство да ну наверное все потому что хорошо то есть что мы сейчас сделали мы задействовали три уровня восприятия ну то есть первый совсем образный неосознаваемый даже в четкую картинку просто по ощущениям затем визуальные какие-то стимулы да то есть картинка дома картинка купюры то что образно напоминает нам о деньгах и благополучии и затем мы уже задействовали третий уровень вербальный слова триггеры которые означают для нас благополучие теперь то же самое будем делать с другими мы решили по оси да значит когда если не хотите пока здоровья можем сразу перейти к путешествия давайте путешествие давайте тем более что она у меня начинается уже завтра он замечательно так так мы едем 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 далекие края теперь тоже начинаем только с фона с абстракции просто цветов фактур текстур все море там конечно нет так теперь это у нас путешествие в путешествие мне нужны горы они мне вот такого цвета примерно какого-то путешествие мне нужно солнце я же даже солнечные очки с собой беру а что а вдруг вдруг повезет вот а его должно быть много и оно должно быть радостное что-то мне какая-то тенденция на найти на кляксы чтобы это значило же что для вас это значит для меня это какая-то кляксы это какая-то бесшабашность что ли какая-то то есть какое-то освобождение от правила рамок да возможно вот так вот больше гор хочется добавить вот как-то вот так вот вот примерно так это путешествие много солнца много синего неба и много коричневых гор но серых коричневых они разного цвета бывают вот все дальше что делаем дальше также визуальные какие-то образы так сейчас мне понадобится вот эта маленькая штучка которая называется кисточка и мне нужна яхта прекрасно просто прекрасно мне нужна вот такая яхта и конечно еще тот художник это неважно вот парусник мне нужно мне нужен удобная обувь вот такая удобная обувь мы будем под удобной обуви подразумеваем весь комплект удобной одежды туристической да вот она такая для путешествия мне нужен самолет унеси меня в полет я себя чувствую ребенком который сейчас будет разгадывать ребус надаль нам не говорит куда она отправляется путешествие а мы сейчас по картинкам будем угадывать самолет что-то у меня какой-то не самолетный получился но для меня это самолет вот он ведь сверху да хорошо это какой-то кинжал самолет иллюминатор нас спасут так вот пожалуйста будьте к себе бережные и не критикуйте себя получается как да главное же я же знаю что это самолет я правда потом могу забыть что это самолет и это станет чем-то еще да и еще мне для путешествия нужно деньги для путешествия нужны деньги тут без этого тоже никак и здесь нужны и рублей и хорошо пусть будет твердая валюта потому что она всегда нужно так бумажка не пишет раз два три скромно вполне достаточно для того чтобы уехать и приехать тоже я думаю для небольшого путешествия 5000 долларов очень даже неплохо да да все с этим мы тоже справились и теперь теперь мы также словам триггерам слова что для меня путешествия слова которые для меня обозначали бы путешествия значит так у нас появились путешествия с португалия вот она отмечивает что значит она закрыта да она даже прописываться не хочет дальше двигаемся дальше я вам предлагаю перейти к здоровью и здесь обратить внимание помните у нас именно отдых просел а я так понимаю что ваши путешествия они все очень активные и не совсем про отдых и поэтому об отдыхе нужно позаботиться в здоровье хорошо чтобы всегда были силы и энергия для и путешествий и богатства конечно вот здоровье у меня ассоциируется зеленым цветом не знаю почему как будто бы вот как будто бы зеленым хочется все закрасить зеленым фоном так нещадно эксплуатирует такую замечательную кисточку прекрасно она для этого и рождена вы помогаете я из реализовано да а предназначение и самореализации сейчас происходит так у нас появился зеленый фон и я собственно говоря никакого другого цвета сюда вносить не хочу такой цвет весенней зелени для меня весна это не аллергия болезни а возрождение эмоциональные живы живые эмоциональные свежие реакции какие-то переживания вот вот я хочу чтобы он остался таким замечательно теперь мы образы да про образы дам вот это вот сложно вот это вот сложно и я буду тоже рекомендовала отдых включать причем помните что отдых это не как там у нас лучше отдых смена занятия отдых это не смена занятия смена занятия это смена занятия я знаю что я здесь хочу написать отдых и здоровье нарисовал нарисую-ка я здесь какой-нибудь санаторий прекрасно это моя просто голубая мечта у меня тоже голубая мечта так вот что-то как-то мне это больше решетку похоже сейчас мы здесь быстренько вот такие вот штучки нарисуем как занавесочки чтобы было понятно что у нас это это окна окна у нас это товарищи окна а вот это даже дверь не подумайте чего плохого это у нас крыша это у нас санаторий напишем санаторий чтобы уж никаких сомнений не оставалось санаторий потом у нас это но не во всех санаториях бывает спа а мы еще хотим спа и пусть это спа выглядит как бочка кедровая прекрасно вот это моя голова пар а это кедровая бочка такой пар вот это я в бочке сижу и получаю удовольствие отдыхаю а еще есть такой совершенно замечательно место называется гамак и вот я в этом гамаке это деревья это гамак я в нем лежу и читаю книжку а еще я лежу не просто так а я лежу под москитной сеткой потому что я очень не хочу чтобы не в это время от столь приятного занятия отвлекали комары прекрасный пример заботы о себе все предусмотрели даже его предусмотрели вот теперь что делаем теперь пишем вам вот здесь самое простое вообще санаторий так спа салон так это у нас гамак забыла еще одну вещь для здоровья мне нужен еще фитнес у меня карта есть конечно не буду говорить какой клуб вот пусть она у меня на следующий год тоже будет без спорта без движения не вообще никуда у нас центр вот к загадочная наталья ничего не говорит дальше двигаемся прекрасно куда хотите дальше так нас здесь семья питомцы учеба карьеры дети хобби лидерстве слава и любовь и брак давайте зайдем в семью питомцев очень мне интересно исследовать что я сейчас буду что еще я буду чувствовать какие цвета семья питомцы давайте вот интересно разберемся семья это имеется ввиду для меня да опять таки когда мы говорим когда мы находимся любом терапевтическом процессе или психологическом мы всегда говорим о себе для меня семья это мои ближайшие родственники до мам папа там сестра дети а питомцев у меня как таковых нет то есть они были но на данный момент их нет питомцы для меня это ну скажем так животные значит здесь мы будем освещать только семью либо как вариант если я какого-то питомца хочу то я наверное здесь тоже могу об этом написать нарисовать вашу . забираю значит так что у нас здесь у нас здесь какой-то такой теплый цвет про про как будто бы это огонь в камине про поддержку про тепло вот так я чувствую сейчас этот цвет если вы чувствуете его как-то по-другому то вы рисуете соответственно свой цвет дай женщине да тут еще знаете ну сейчас в этот сектор закончите расскажу еще что можно делать с этим плакатом помимо того что декорировать им интерьер и смотреть по утрам вот для меня это как бы базовый теплый цвет теплого песка теплого огня тепла вот и в этот цвет я хочу чтобы в семье был естественно была гармония гармония для меня это наверное синеватая какая-то такая гамма когда люди не лезут без конца сильно друг другу в душу что ли как это соблюдение границ до уже не вот об этом расскажи зеленоватый получился цвет как то так очень интересного изображать когда люди не лезут друг другу и вы рисуете круги прям друг на друге ну значит нас этим работать просто-напросто просто таки напросто кинат с этим работать вот теперь что я хочу теперь мне хочется да же абсолютно правильно заметила мне теперь хочется вот туда немножечко вот этого цвета добавить разделить до разделить как будто бы семья семьей но уважение членов семьи обязательно и это тоже любовь конечно когда мы соблюдаем границы друг друга и даем друг другу дышать спокойно и свободно это тоже про любовь я бы сказала только это про любовь только это про любовь все остальное называется по-другому вот такая штуковина у меня получилось прекрасная прекрасная штуковина мне очень нравится цветовая гамма теперь символы символом как все чувствуете у нас уже заполнилось 4 сектора такое ощущение что что я нахожусь внутри очень такого интересного процесса я как будто бы даже вот ушла из ситуации что мы пишем передачу что я что это как бы вот он он поглощает этот процесс он поглощает я просто вот уже завидую тем людям которые начнут это делать это очень увлекательно очень погружая ему и открывая ему особенно когда ты проделываешь эту процедуру рядом с терапевтом потому что какие-то вещи сразу вот так легким каким-то намеком они сразу становятся понятными дальше что делаем дальше мы выбираем пока выбираете что мы делаем а я расскажу еще кое-что когда вы увидите перед собой картинку вашей идеальной жизни ну то есть мы же представляем то как все наши желания исполнились и вот нашу семью так как она должна выглядеть задайте себе вопросы например что меня сейчас от этого отделяет или какие шаги я сегодняшняя должна проделать какие меры должна предпринять чтобы моя реальность стала такой как я нарисовал вас ждут интересные открытия и я полностью хочу согласиться с натальей когда вы уже в этом процессе он становится гораздо более значимым и глубоким что ли он как будто перестает быть игрой она начинает открывающим быть вот я считаю что в карьере как это говорят большой семье клювом не щелкают в карьере нужно максимальной энергии отдавать много для того чтобы что-то получилось по крайней мере я могу это сказать по своему предыдущему опыту и да она забирает много сил она забирает много энергии много времени но она много и дает в определенном времени в определенном месте как говорится положение вот ну тут я правильно понимаю вас наталья что вы хотите чтобы в работе и в карьере и в росте требовалось много энергии потому что именно из-за того что требуется много энергии вы получаете много энергии в качестве фидбэка да наверное да и здесь здесь вот какие-то такие штуки хочется нарисовать интересно я не знаю это наверное ты подскажешь что они означают но вот какие-то вот такие вот мне хочется рисовать здесь вот такие структуры я не понимаю что они означают да интересно но они вот прям вот идут сами как будто это не я пишу как будто вот кто-то моей рукой водит такое интересное ощущение голова в это время отключается и ты просто просто что-то делаешь вот в этом тоже заключается все все мои практики предыдущей арт-терапии они говорили о том что если что-то идет отключить отключение не пытайся это понять поймешь это потом и не было еще ни разу такого случая чтобы я чтобы это вот не открылось мне с помощью терапевта ли иногда самой но чаще всего с помощью терапевта при том что терапевт не говорит свою интерпретацию он помогает человеку самому видеть что здесь так что мы теперь здесь пишем что для меня карьера да да причем успешный карьера да успешная карьера хотите я не знаю как к этому слову пока относиться но хочется написать рейтинг так потом хочется написать гости то есть если мы говорим о том что вот я буду в этой программе то я хочу чтобы у меня были интересные гости слава богу у меня пока с этим проблем нет так вот действительно получился очень энергичный блок ну да вот прям это пушит пушит от него жаром все двигаемся дальше двигаемся куда дальше хочется в учебу хочу в учебу прекрасно учеба 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 какого мне хочется цвета здесь здесь тоже наверное красная но немножко другого оттенка возьмем здесь более розовый потому что я себя красные потому что здесь тоже очень сильно моей энергии понадобится я собираюсь еще пойти на ну то есть еще дальше образование получать и это будет скорее всего телесно ориентированное направление потому что арт я закончу уже в мае вот а нас познакомили с таким направлением которое называется бодинамика и мне она очень понравилась я насколько знаю в казани есть школа которые хорошо ее дают вот это направление мне тоже показался интересным вот а розовая потому что ну вот я в ситуации же ученика в каком-то смысле слова нахожусь ну то есть прямом смысле слова а это такая как бы ассоциируется чаще всего с позиции детской инфантильной то есть я открыв рот слушаю все что мне дают я жадная до знаний хотя инфантильность это наверное не про это они вряд ли будут жадными до знаний но не знаю вот как тут сейчас мы его усилим каким-то более от видите выбором в процессе начинаете понимать куда вам двигаться да 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 про усиление поняла поняла сейчас мы его более интенсивным цветом каким-нибудь усилим потому что инфантильность это хорошо но как будто бы этого этого уже мало да быть просто учеником вот так вот хочется так и внутри у нас вот такие штуки мне точно напоминает перо хвоста павлина может быть то есть вы уже как раз начали отсюда и вот так перья 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 и как раз внутри вот эти вот зеленые глазки мы сейчас еще туда синеньких добавим еще я могу в этом увидеть например икру да из которой появится появится потом ну что-то рыбки да 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 то есть пока это только такие зачатки и это как раз очень похоже на сектор учебы да если про икру то это да это прям вот туда ну в любом случае даже если там это же твое видение да в любом случае я за за ну как это закрыла да какие-то такие капсулообразные штуки и в них что-то еще подсадила то есть речь идет все равно о множественности какой-то формирование чего-то нового с возможностью вырваться ну то есть как это разомкнуть границы так понятно пишем да да учеба вот пишу коротко т.о.т. телесно ориентированная терапия еще мне интересно в плане учебы такой есть танец называется бачата есть бачата и еще мне интересно вокал вокал конечно я уже должна была его начать но что-то просела со временем свободным потом напишем вокал мне кажется мы можем уже закругляться и только какие-то подводить хорошо сейчас Женя расскажет нам по итогам что же мы дальше делаем что он что это вообще такое я думаю что общий принцип того как мы заполняли каждый сектор он понятен в самом начале я говорила уже о том что мы пытаемся здесь задействовать все все части сознания бессознательного мышления и наводнить картинку всевозможными раздражителями ну то есть я уверена что все наши зрители так или иначе читали слушали смотрели про подсознание бессознательное про то как можно исполнять свои желания и формировать свою реальность вот здесь мы постарались все это сюда уместить и каждый сектор наполнен поскольку это карта Натальи каждый сектор получается наполненным раздражителями именно для Натальи ну то есть для меня для кого-то еще это просто картинки но для Натальи это имеет свой сокровенный и очень важный смысл поэтому вы можете таким же образом сделать свою карту не обязательно делать это вот успевать из последних сил до Нового года можно сделать и после главное сделать ее такой как хотите вы потому что именно тогда она будет работать когда мы ее заполнили ее вешать куда-то на видное место или это не обязательно как вам комфортно то есть если мы обратимся к разного рода специалистам у всех будут разные точки зрения кто-то говорит что ее нужно вот один раз нарисовать потом спрятать и забыть и ждать когда все исполнится кто-то говорит что нет она должна висеть перед глазами я каждый день должна на нее смотреть решите для себя как вам хочется чтобы ваш плакат желаний ваше художество предмет искусства существовал в вашем пространстве никто лучше вас этого знать не может Жень обращу твое внимание вот смотри только сейчас заметила это к тому как работает эта карта вот я только сейчас заметил что вот посмотри вот для меня вот эта вот картинка вообще на карту похожа похожа действительно на карту на которой были размечены пути при том что когда я рисовала я совершенно ни о чем таком не думала да то есть я шла вслед за своими ощущениями взять вот такой цвет и вот так вот нарисовать вот такие открытия вас будут ждать в каждом из сегментов вот этой карты и чем больше будет проходить времени тем больше вы будете находить каких-то новых открытий новых отгадок потому что арт-терапия тема прекрасна что она вообще бездонна и можно в зависимости от того в каком вы настроении в каком состоянии находить все новые и новые открывать для себя все новые и новые пласты и узнавать что же вам наговорил сейчас бессознательно мы общались именно с ним так так хорошо Жень собственно говоря в конце передачи у меня есть для тебя сюрприз да небольшой поскольку мы же в арт-подходе находимся и у нас конец года к твоим желаниям у тебя же тоже наверное есть какие-то желания на следующий год конечно для этих желаний для того чтобы они выполнились нужны резервы нужны конечно вот это не деньги это ресурсная это колода ресурсная метафорических карт бери вытягивай так 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 сейчас 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 я знаю какую карту мне надо мне нужно вот эту вот эту там бутылка там еще подпись какая-то есть I love you, Jim так а вот тут вот что написано просто открой просто открой просто открой просто открой да есть есть попадание есть класс ну на самом деле это бешеное количество вот для меня например как ты говоришь вот что для себя для меня это бешеное количество каких-то возможностей потому что в этой бутылке может быть джим может быть адрес или место зарытого клада потерянного человека и так далее бесконечное количество возможностей да да вам дорогие зрители я желаю создать вот такую же свою карту потому что это невероятно увлекательный процесс это творческий процесс этот процесс самопознания но на арт-терапию надейся сам не плашай поэтому делаем не только рисуем а еще и делаем всего вам хорошего хороших новогодних праздников пусть все будет так как вы хотите всего хорошего пусть все сбудется программа фокус на человека прощается с вами до следующего года в студии работал Наталья Ежова и видим раз десяー там Governи